Владимирская область поднялась в рейтинге субъектов Российской Федерации по созданию конкурентной среды на 11 пунктов, с 52-го на 41-е место. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров по итогам рабочей встречи с губернатором Светланой Орловой. Сразу после встречи состоялось совещание, посвященное реализации указа президента о развитии конкуренции. В рамках этого указа определена 41 отрасль базовая, по которым будут оцениваться достижения каждого субъекта Российской Федерации. Владимирская область, наверное, является самым продвинутым регионом с этой точки зрения, поскольку уже по 31 отрасли и 41 достигнуты ключевые показатели. Светлана Орлова подчеркнула важность конкуренции для экономического развития области. Она отметила, что конкурентную среду необходимо развивать в образовании, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях. Каждый регион должен иметь дорожную карту, показатели, где конкуренция, какая это среда. Первое – это дошкольное образование, почему бы часть полномочий не отдать частному сегменту. Дальше берем следующие – образовательные процессы. Все, что касается людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы сейчас выбрали у себя в регионе 11 и хотим еще 31 сферу, где будет серьезно присутствовать конкуренция. Заместитель руководителя ФАС добавил, что 33 регион показал хороший пример работы с частными медицинскими клиниками в сфере обязательного медицинского страхования. По линии ОМС эти организации получают 7% средств. Мы возбуждали массу дел, когда территориальные фонды обязательного медицинского страхования отказывают частным медицинским организациям о перечислении денег тем частным медицинским организациям, которые оказывают услугу по полюсам ОМС. Вот в Владимирской области наоборот приоритет, что деньги идут за пациентом. И это главное. В рамках совещания было подписано соглашение между администрацией Владимирской области и Федеральной антимонопольной службой. Татьяна Гордеева, Виталий Сергеев, Губерния, 33.